сейчас мы с вами идем к интересному дереву дерево наверняка не многие из вас видели живьем но здесь она встречается достаточно часто вот она это дерево араукария чилийская между прочим можно пробовать и выращивать южных регионах украины потому что она в принципе довольно морозостойкая до минус 15 кратковременно но кратковременно выдерживает видел у нас только на южном берегу крыма в воронцовском парке парке воронцовского дворца в алубке и вот там сейчас как раз надеюсь вам видно шишки созревают коричневого цвета там семена крупные орешки из которых получают сеянцы сеянцы продаются здесь в общем-то довольно недорого когда мы говорим про шишки сразу первым делом ассоциация с хвойными растениями араукария чилийская есть хвойное растение только вот хвоя у нее очень своеобразная она скорее похожа на листики они такие очень жесткие очень острые на араукарию чилийскую никогда не садятся никакие птицы мало того благодаря вот этой вот хвоя своеобразной острой такой колючей она приобрела еще одно название интересно не научная но тем не менее очень широко применяющиеся ее называют monkey puzzle ну легенда связывает с тем что в 19 веке какой-то богатый англичанин имел у себя в коллекции араукарию чилийскую показывала своим гостям и говорил о том что даже обезьяне забраться на это дерево это monkey puzzle это непростая задача для обезьяны хотя есть другая версия есть версия о том что вот эти ветки изогнутые такие очень похожи на обезьяне хвосты ну собственно говоря не в этом дело араукария чилийская это веткопадное растение что это значит это значит что ветки начинают потихоньку с возрастом опадать снизу и постепенно вся крона перемещается туда наверх получается такой как бы своеобразный зонтик вы скажете вот это дерево возле которого я стою такое большое уже неужели она молодой да представьте себе это молодое дерево на самом деле араукария чилийская это долгожитель она живет сотнями лет ну говорят даже находили отдельные экземпляры возраст которых две тысячи лет но примерно я могу оценить возраст этого дерева не менее 50 лет почему потому что шишки как раз начинает образовываться с возраста 50 лет никак не меньше но ветки при этом начали опадать только в самом-самом низу ствола то значит что в общем то дерево достаточно молодое хотя на самом деле кстати сказать араукария это дерево которое живое ископаемое как принято говорить его останки находят в отложениях которым 150 миллионов лет и даже 240 миллионов лет араукария чилийская это двудомное растение это следует знать то есть есть мужские экземпляры есть женские но шишки естественно на женских экземплярах и вот тут интересный момент женское растение в принципе способна вырасти на высоту до 60 метров а вот мужское не вырастает более 20 метров название араукария чилийская собственно говоря связано с местом ее происхождения где у нее ареал естественное обитание ну чилийская понятно это район чили арауканы это название племени индейцев которые как раз проживает в том месте где араукария чилийская и в основной своей массе и растет естественный ареал обитания еще пару интересных фактов вот эти шишки содержат семена в каждой шишке порядка 200-300 семян довольно крупных такие орешки примерно четыре сантиметра длиной они как пишут не пробовал как пишут вкусные и очень полезные вот как раз арауканы вот это индейское племя их употребляли в пищу и якобы даже разводили размножается араукария чилийская двумя способами семенами или черенками опять же не пробовал размножать ее черенками но проходя каждый раз мимо вот этих великолепных деревьев каждый раз задумываюсь они попробовать ли у себя ее в запорожской области не знаю как это получится но думаю над этим но на сегодня все всего доброго а